Девушки отдыхают Здесь полагается огромное количество разнообразных небольших гостиниц, магазинчиков, ресторанчиков. Все толком не работало, потому что еще пока не для чего было. Здесь было слишком много снега. Но, несмотря на наличие этого большого снега, один из наших экспертов, Дэнни Ллойд, забрался аж на самую макушку на велосипеде. Как это было, мы вам покажем обязательно. А пока кадры финиша предыдущего этапа, который стал одним из самых поразительных в истории новейшей Джерда Италия. По напряженности борьбы, по качеству этой борьбы Иван Бассо дает свое резюме. Говорит, что, конечно, мы видели Хешдаля, может быть, даже слишком сильным. И если он таким удержится, то, конечно, его будет очень сложно обыграть. Потому что всем хорошо известно, что такое он в разделке. Но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что и впереди все-таки борьба. Впереди очень серьезные горы. И, безусловно, мы надеемся на то, что там сумеем отыграть какое-то время. Не сдаемся ни в коем случае, говорит Бассо. И это настроение всех корняков на нынешней Джерда Италия. Капитан российской Катюши, лидер гонки. В данный момент Хаким Родригес говорит о том, что на следующий день еще один тяжелый горный этап. И что мы должны его для начала пережить, выжить там. А потом тот, кто победит, это, наверное, будет не тот, кто просто силен сам по себе, а тот, кто лучше всего восстанавливается. Хотя мы прекрасно понимаем, что Хешдаль был на сегодняшний день сильнейшим. Действительно, мы признаем его победу среди генеральщиков, по крайней мере. Да, это моя лучшая езда в третью неделю, говорит Хешдаль. И, собственно, это то, именно на что я и надеялся, потому что в трехнедельных гонках, он намекает на это, я прибавляю и прибавляю. Высоченные почти без малого четырехтысячники. Обидно, что символ этого региона Ортлер имеет высоту лишь там на пару-тройку десятков метров ниже, чем четыре тысячи над уровнем моря. Три девятьсот с копейками, но он очень впечатляющий, этот могучий камень. И обязательно, конечно, нужно покрутить вертолет для того, чтобы показать и дзебру, и, конечно же, этот символ. Ну а, когда снимали Дэни Ллойда, известного профессионала, снег еще и на трассе скоростного спуска Стельвио, который, правда, стартует отнюдь не от Стельвио, а немножко в стороне, но, тем не менее, рядом с этим перевалом. Сидело солнце, но вы видите сами, что дорога была недочищенная, и вот Дэниел Ллойд говорит о том, что любой из тех, кто проедет этот этап до конца и финиширует на таком этапе, войдет в историю книг, которые рассказывают о легендах велосипедного спорта, потому что это действительно королевский этап. Джордо Италия – это самый-самый важный этап, и причем с ним связано столько разных сражений. В третью неделю на Гран-туре мы войдем в этот день, то есть мы будем в ней финишировать, и, конечно же, накопится большая усталость. В среднем 160 километров с хвостиком в день преодолевает на маршруте, и это влечет за собой физиологические изменения, то есть, с одной стороны, повышается пульс в состоянии восстановления, с другой стороны, понижается максимальный, и это, конечно, снижает, опять-таки, возможности сердечно-сосудистой системы, он постоянно здесь выступает и как аналитик, вы знаете, это прекрасно. И самое главное, что останется еще 750 вертикальных метров в тот момент, когда преодолеет 2000 над уровнем моря, и это, конечно, экстремальная высота. Это то, когда адаптация на высоте играет более важную роль, чем множество других качеств, и, соответственно, те гонщики, которые на это способны, здесь могут выиграть очень и очень много. И доложу я вам, это очень трудная гора, в особенности трудная под финал, потому что там уже идет по 22%, и надо сказать, что сегодня будут очень разные эмоции в пелотоне в зависимости от специализации. И, естественно, все будет на кону, и победа на эпическом этапе, и победа в генеральной классификации розовая майка, и продвижение по более, может быть, скромным местам, но тоже важно. Ну а сзади, сзади будут ехать, далеко сзади будут ехать те, которые свою работу уже сделал, это спринтеры, разделщики, которые будут готовиться к следующему дню, они, конечно, будут ехать так вот, типа меня, довольно медленно, экономя силы и стараясь просто добраться до финиша и не быть снятыми. Стельвео, 22,4 километра от Бормео, это западная сторона, прекрасно, обычно освещаемая солнцем, когда солнечные дни, но сегодня с облаками, но тоже погода неплохая и не экстремальный мороз, который был всего-навсего неделю назад. Здесь было ниже нуля в 5 часов по полудни по центральноевропейскому времени, то есть то время, когда запланировано прохождение гонщиков в этой точке. Ну и, конечно же, это облегчает задачу выживания. В первую очередь мы волновались по этому поводу за капитана Катюши Родригеса, поскольку он не любит холод, как положено истинному уроженцу Барселоны. И вот вы видите компьютерную модель этого этапа, прохождение Мортиролло сегодня. Это, конечно, тоже момент легендарный, тем более, что на Мортиролло поедут с другой стороны в этот раз. Практически нет, сторона-то будет та же самая, но маршрут восхождения практически полностью новый, никогда на Джердо Италии не задействовался. Он практически такой же адски тяжелый, как и вот, посмотрите, старт был данный скальдиться в гору, и Марк Кевендиш поехал практически поперек, потому что попытался там сняться, учитывая уклон, попытался сняться с сюрпляса, которым он владеет хорошо, как бывший трековый спринтер в юности. Ну и едва не получился конфуз, едва он не упал. Ну и, естественно, поскольку Пассо Тунале, перевал, который получил из-за того, что у него стартовая позиция практически с первого же километра пошли в него, в гору, там очень-очень длинный подъем, более 30 километров вверх, но градиенты совершенно не экстремальные, очень хорошая тренировочная территория именно с этой стороны, со стороны Вальдисоли, со стороны восточной, соответственно. С западной стороны это подъем от Понте-Ди-Леньо, и это очень круто. Это далеко не вторая категория, ну и, собственно говоря, вы и видели, потому что на Джердо Италия уже присутствовали эти восхождения в недавнем прошлом. В частности, когда включался в Джердо Италия подъем на Пассо Дегаве, и этот Пассо тоже был очень крутым, снежным. Но это тоже часть символики Джердо Италии. Было бы очень обидно, конечно, если бы сбылись предсказания синоптиков, и если бы не растаяло. Вот вы видите, на Пассо Тунале располагался первый горный финиш сегодняшнего этапа. Ну и обладатель Малядзура решил здесь отметиться. Матео Работини заработал 9 очков и поехал дальше в этом отрыве, отрыве сегодняшнего всего дня. Естественно, было не без накладок, естественно, были и технические проблемки, и падения небольшие. И, к счастью, никто пока по нашей информации не сходил. Вот Бронислав Самойлов был вынужден догонять в этом отрыве. Каприка – вторая гора сегодняшнего дня. В принципе, дается этому подъему иногда и более высокая категория, если либо восхождение с другой стороны, либо же это самый финал этапа. Сегодня же это второй перевал после прохождения чрезвычайно живописного Понте-Диленю. И здесь тоже Работини никому не отдавал инициативу. И видно было, что он на сегодняшнем изобилующем дорогими горными премиями этапе надеется набрать максимум. На предыдущем этапе он тоже в горном ехал в отрыве и тоже хорошо там зарабатывал, но до финального подъема впереди так и не добрался, потому что слишком растратился на затяжной отрыв. Это было, когда финишировали в кортина Дампеццо. Сегодня же он никого не подпускает, да никто его особо и не обирает. В этом плане все уже признали его статус, статус горного короля. И у него теперь двукратное практически преимущество над Стефано Пирацией, который плясательно сражался вчера. Ну а назревает, конечно, серия фейерверков в основной группе, где едут все претенденты на генеральную классификацию. Перед сегодняшним стартом у Хакима Родригеса 17 секунд перед Хешдалем. Стало практически вдвое меньше, чем было после атаки Хешдаля. Самое впечатляющее среди всех атак генеральщиков и самое главное, на что обратили внимание вчера все, это что поехала команда возить Хешдаля. Пусть у них ограничены возможности в численном составе, но тем не менее в него всерьез поверили. И из-за этого впечатление действительно получилось такое, что он как капитан окончательно утвердился, окончательно доказал сам себе, что он может ехать в высоких горах. Ну а как раздельщик, разумеется, он гораздо сильнее. Продолжение следует...